Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она как будто спит в каком-то кубе. Так будем поднимать? Или куб снимем? Вместе с кубом она вышла, потянулась, вышла вместе с кубом. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Александру и этот куб. Защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией, Александра, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Александру. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверили она нам в свое биополе на период сеанса? Доверят. Александра, что это за куб? Вы знаете о нем? Нет, не знаю. Хорошо, скэнер, я прошу тебя просканируй сейчас Александру. Отключи этот куб вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, сопутствующими энергиями. Выведи это все из биополя Александры. И как все это выходит? Отправляй силам его намерения в клетку-тюрьму. В голове подключен, а руки и ноги, запястья и игры. Полностью, да? Да. Отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Скэнер, просканируй Александру на полноту души до начала работы. 81 процента. Хорошо. На счет 3 скэнера сканирует пространство над головой Александры под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканирует систем тонких тел Александры. Находит все. У меня демон вышел. Инкл. Лизард. Рептилоид этого Грея. Репт плюс 2 Грея. Еще кто-нибудь? Все, да? Все. Хорошо. Так, рептилоид с Греями ваша конструкция? Да. Цель подключки? Копия. Копия. Вы уже отправляли копию? Да. Вы же знаете, что это запрещено? Контракт. У кого? У вас с ней контракт? У рептилоида. Давайте тогда поподробнее. Рептилоид. Когда ты заключил с ней контракт? 6 лет. 6 лет назад. Какие условия контракта? Информация в обмен на часть био, робота и души. Хорошо. Она осознанно заключала этот контракт или ты обманом заключил контракт во сне. Кем ты перед ней предстал? Рептилоидом? Слово было сказано. Рептилоид. Кем ты перед ней предстал? Рептилоидом или ангельской душой? Или святым? Или кем угодно? Кем ты ей предстал? Энергией. Энергии. Какой энергии? Какого мира? Облаком энергии. И что ты сказал? Я тебя буду защищать и давать тебе знания или что? Обмен произойдет. Понятно. Хорошо. Обращаюсь сейчас к Александре. Александра, вам известно о каком-либо контракте, который вы заключили с рептилоидом и Грейми? Осознанно нет. Хорошо. Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Александры спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилию потоки в 50 раз. Так. Сколько рептилоид и Грейми находятся в этом биополе? Шесть лет. Шесть лет. Сколько лизард находится в этом биополе? Три года. Хорошо. Инкуб, сколько ты находишься? Семь. Семь что? Семь лет. Демон? Какой у нас демон? Четырнадцатый. Хорошо. Четырнадцатый герцовый. Сколько ты находишься в ее биополе? Два года. Контракт есть? Договор. И договор у тебя. А ты как договор получил? Какие условия? Соглашаюсь с ней. Объясни мне это. Какие условия договора? Я ее возглавляю. Соглашаюсь с ней. Угу. Питаясь ее проблемами. А взамен? Она мне рассказывает о своих проблемах. Делится чувствами. А я ей посвящаю свое время. Слушаю и соглашаюсь. Какой внимательный, заботливый демон. Обычно это инкубы такие. Хорошо. Она в курсе, что у нее договор с тобой? Ей приятно. Она в курсе, что у нее договор с тобой? А раз рассказывает, значит в курсе. Спрашиваем Александру. Александра, вы в курсе? Контракт договора с демоном? Вашего договора? Я осознанно ни с кем не заключала контракт. Может что-то произошло подсознательно? Или во сне? Обманули вас. И так и заключили контракт. Видите, если бы он пришел рептилоидом во сне, вы бы наверняка ничего с ним не общались. Он предстал энергией, как обычно делают другие высокие цивилизации. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Устанавливаем фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Александр забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Один, два, три. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Готово. Хорошо. Вы все забрали. Начинаем тогда с рептилоидов и Греев. Рептилоиды и Греев. Греев что-нибудь осталось еще в биополе на вашей чистоте? Нет. У рептилоида тоже ничего нет? Нет. Хорошо. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел? Сердечная чакра. Как ты проявлялся? Вредная делала я. Ты ее делал вредной. Хорошо. Трудной, вечно сомневающейся. Я думаю, это знакомо Александре. Теперь она знает причину. Все снял. Хорошо. Инкуб, твоя очередь. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Ничего не забывай. Отключайся полностью. И возвращайся назад. У Инкуба на шее. Ошейник. Да, как кольцо такое. Аркан. На груди у нее тянется этот аркан. Как притягивает ее к себе ближе. Готово? Хорошо. Демон, перед тем, как ты сейчас выйдешь, вытаскивает все. Скажи мне, есть лярва биополя Александра? Есть. Где? Позвоночник. Позвоночник. Хорошо. Это от конструкции рептилоида и греев? От конструкции и от резких движений он показывает энергии. Негативные энергии? Энергии скапливаются, да. Понятно. То есть эти вспышки эмоциональные, оно вот так вот все и бьет по позвоночнику. Правильно? Да. Хорошо, Демон, мы сегодня по-любому будем все контракты аннулировать и договоры. Я тебе предлагаю вариант, если тебя интересуют эти лярва, я могу тебе отдать. И могу тебе еще отдать эмоциональный фантом в дорогу. Больше я ничего тебе не могу дать. От меня требуется. Ничего, просто кооперируй. И когда я начну перечислять эмоциональный фантом, ты мне просто назовешь пару частот, которые являются основными, из чего все вытекает, все ее проблемы. Согласен. Хорошо. Давай тогда выходи сейчас, отключайся полностью, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Расскажи, как оно действовало. Потом я дам отдельную команду. У него на ногах тяжелые такие, сапоги короткие, стойкие. Трудом она все делала. И на руках есть. Он ее утяжелял на руках какие-то, как палата у него. Понятно. По зависимостям он ее тянул к разным. А, это твоя работа была с зависимостями, да? Моя. Хорошо. Ну да, это твоя чистота, конечно. Привязать ее надо, чтобы рассказывала. Вот он и утяжелял ее. Снял. Хорошо. Разрешайте забрать все лярвы в ее биополе. Забирай, ничего не оставляй, возвращайся назад. Какая-то спиральная лярва на позвоночнике. Спиральная лярва? Такую еще не видел. Ну я снял. На горле есть лярва. А это от слов на горле? Да. Или с капанией от нас злые слова? Вредные. Вредные слова, Александра. Обратите на это внимание. Это чистота демонов. Они приходят на свою чистоту. Снял. Хорошо, возвращайся назад. Итак, все у нас все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Александры с Кубом, Рептилоидом и Грэмми, Лизардом, Инкубом и Демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. У нее не хватает 10% души и два контракта. Так она чистая. Значит, у нее уже 90% души и 10% не хватает, да? Да. Хорошо. Тогда мы переходим сразу. Давай уберем эмоциональный фантом. Выходит эмоциональный фантом Александры. Проецируется негативная программа, негативная мыслеформа. А также все негативные аббрационные и резгенерированные проецируются на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Фантом вышел, там черные, голубые такие, как живые, передвигаются. Хорошо. Александра, обращаю ваше внимание на то, что это ваши энергии, которые вы сами сгенерировали. Вы готовы с ними расстаться? Понимаю, она говорит. Вы готовы расстаться? Хорошо. Сворачивай энергии в жар. Демон забираешь? Да. Отправляю демона. Он съел так жадно их. Ну и какие там причины основные? Назови меня пару. Нервозность, одиночество, депрессивные ощущения. Все понятно. Каша. Каша. Хорошо. Он все забрал, да, Вера? Да. Тогда переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров, потому что каналы мы не отстегнем. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Александра должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю вслухи, я тонкая копия повторяет за мной. Я. Это дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активные подсвечиваются. У меня фантомные и два активных. Хорошо. А два активных контракта. Александра, вы готовы расторгнуть эти контракты? Готова. Повторяйте за мной. Внутри власти моего сыренного Я. Законное право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Возвращается энергия. Отлично. Готова. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты вместе с фантомными контрактами и отработанными уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. Хорошо. Мы здесь закончили, каналы отстегнулись, контракты аннулированы. Лизард, ты больше никогда не войдешь в это биополе, тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда 1, 2, 3. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. Хорошо, Демон, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Демона 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя, с тобой угнанную пентаграмму. Готова. Инкуб готов уходить? Готов. Чуть громче говори. Открывается. Он не готов, но он готов. Готов, не готов. Разницы нет никакой. Он уйдет. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Инкуба 1, 2, 3. И Инкуб уходит на свою чистоту, забирает все, что принес, закрывая, печатая, растворяя. Готова. Хорошо. 10% нам не хватает сейчас, да? Да. Хорошо, Александра, вы хотите свернуть 10% своей души? Конечно. Сформулируйте это намерение. И я говорю следующее. Выстраивается от Александры прямые каналы к ее червячным потокам пошло назад. Забираем все свое по праву. Да будет так, а так и есть. Пошел процент. И возвращается свет. Свет. Хорошо. Хорошо, поставь монитор и посмотри, что там с копиями осталось. Копия одна, она как оболочка по полу расползлась. Понятно. Хорошо, убираем монитор. Скэнер, просканируй полноту души, Александр, сейчас. 100%. Отлично. Хорошо. Ли, я прошу выйти со мной на связь. Али на связи. Приветствуйте, Али. У меня здесь рептилоиды два Грея. Шесть лет. С контрактом. Подсунули контракт, представили. Энергия светлая. Украли 19% души. Мы все вернули. У нас еще куб здесь стоит. И эти три сущности. Все понятно. Куб уничтожить, остальных забираем. Хорошо. Под кубом открывая воронку в галактическое ядро. Куб уходит на переработку. Закрывая печат и растворяя. Готово. Клетка пустая, Вера. Пустая. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим на частоту неупокойной бесплотной души. Душа есть. Выходит душа. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Душа присутствует согласно своему эфирному код ДНК. Представься, душа, как тебе обращаться? Агния. Агния. Хорошо. Агния. Как долго ты находишься в этом биополе и почему? Питаюсь. На каком основании? Агния. Ты паразитируешь биополе другой души. Месяц нахожусь. С какой целью? Почему не уложить жизнь? Это же абсурдно, Агния. Как давно закончилась твоя жизнь? И в каком возрасте? Восемьдесят один. Восемьдесят один год. Понятно. Хорошо, Агния. Если жизнь закончилась, надо было уходить. Почему ты свет не увидела или не захотела уходить? Ты действительно думала продлить свою жизнь? Да. Ну, это паразитарный образ жизни, поэтому будем тебя отправлять на твою чистоту, в чистилище, где ты дальше пойдешь. Ты готова уходить, Агния? Хотелось бы остаться. Не имеем права. Отпусти меня, я найду другого. Нет, никуда я тебя не отпущу. Открывается светлый портал в чистилище. Один, два, три. На ту чистоту, на которую ей надо уйти, и Агния уходит в этот светлый портал. Ее куратор встречает. Ее затянула туда. Отлично, хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Представляешь? Отпусти меня, я найду нового. Поехали дальше. Переходим на чистоту, бесплотные подселенцы. Нет, есть подселенцы тоже. Круги какие-то белые. Хорошо, выходят подселенцы и летят в клетку-тюрьму. Чужие эмоции, чужие энергии. Они живые, не перемещаются. Негативные? Ну, они как круги такие, белые. Хорошо. Начинают их уничтожать. Это же не живое. Ну, они живут своей жизнью. Это эмоции чьи-то. Боль. Открывается под ним воронка в галактическое ядро, и это все уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Поехали дальше. Наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Хорошо, Александра, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно, радостно, полно. Замечательно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать ее в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Александры. Пришел. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом заданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Он меняется с мужчины на женщины. Женщина-мужчина и говорит, что она может обращаться к кому угодно. Давайте остановимся. Когда ей нужен мужской совет, это мужчина. Когда ей нужен женский, это как мать и отец. И зовут ее Гения или Гений. Гения или Гения. А как к нам, к кому обращаться? Давайте остановимся на одном. Мужчина остался. Тогда Гений. Правильно, Вера? Да. Хорошо. Мы приветствуем куратора Гения. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Александры. Она оставила 10 вопросов, которые она хотела бы вам задать. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Приветствую всех в этой комнате. Я бы сразу хотел выразить свою радость по поводу этой встречи. Да, вы можете звать меня Гений. Когда-то было Евгений, но осталось Гений. Понятно. Благодарю вас, уважаемый Гений. Можем начинать? Пожалуйста. Первый вопрос. Кто я и откуда пришла моя душа? Ты уже и сама все знаешь и понимаешь. Твоя душа ангельская. С 10-го ангельского уровня. И мы приветствуем представителя ангельского мира в нашей комнате диагностики. Мы вам очень рады. Интуитивно. Ты давно это знаешь. Благодарю за это приветствие. Я это понял, когда мы заправляли энергиями. Это чисто ангельский уровень заправки энергиями. Идем дальше. Я, извини, сказал это не тебе. Интуитивно Александр знает, что он ангел и чувствует свои энергии. Все понятно. Благодарю вас. Пожалуйста, продолжаю. Второй вопрос. Какова моя миссия в этом воплощении? Светить, нести свет, доброту, любовь. Миссия любого ангела – приносить ангельские энергии и добро на планету Земля. На других объектах у ангелов бывают другие миссии, но на планете Земля не хватает доброты, света, милосердия. Это и есть твоя миссия. Этим ты и занимаешься. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Третий вопрос. На каком уровне находится мое высшее «Я»? У ангелов два уровня. Десятый ангельский уровень, как я уже сказала, это уровень развития. Если брать общее развитие высшего «Я», у тебя двенадцатый уровень. Двенадцатый уровень высшего «Я». Благодарю вас. Идем дальше. Да. Четвертый вопрос. Сколько процентов негативной энергии я уже накопила за это воплощение? Двадцать один процент негативной энергии. Благодарю вас. Следующий вопрос, пятый. Будет ли у меня счастливый брак и благополучная семейная жизнь и рождение детей? Как долго еще ждать, если ответ «Да»? Так как будущее многогранно, очень многое зависит от тебя. Если ты будешь зацикленной и продолжать жить, как ты жила, это не предусмотрено. Если ты изменишь себя, изменишься внутри, поменяешь свои вибрации, а также некоторые реакции, резкости и низкие вибрации, ты сможешь притянуть любовь в свою жизнь. Как я уже сказал, будущее многогранно, предусмотрены разные пути. Но ты строишь свою судьбу и ты выбираешь свою дорогу, а также свое поведение. Ожидание не перенесет тебе правильного человека. Ты должна меняться изнутри, чтобы притянуть его энергетически. Продолжайте. Благодарю вас, уважаемый гений. Идем дальше. Шестой вопрос. Кем я была перед этим воплощением и где проживала? Мы уточняли, что она имеет в виду этим вопросом. Она сказала, ее интересует, где у нее была жизнь, на каком объекте до Земли. До любого воплощения. Душа пребывает на своим обычном месте. То есть в твоем случае это 10-й ангельский уровень. Именно там ты и находилась перед воплощением, напитываясь энергиями, которые тебе нужно принести на планету Земля в твоем воплощении. Общаясь и изучая прошлые жизни и ситуации, а также просматривая планету и ее негативные и позитивные места, выбирая место для воплощения из жизни. Благодарю. Благодарю вас. А кем она была, если можно спросить? Вот и она очень интересовалась. На 10-м ангельском уровне. А до этого, так как ее интересовало именно воплощение, не жизнь перед жизнью, я ей об этом говорил, что душа находится перед воплощением на своих родных уровнях. Мне кажется, ее интересовало, где она жила. Ну, вы ее лучше знаете. В нашем случае правильно заданный вопрос. Получает ответ. Благодарю вас, уважаемый гений. Не будем здесь останавливаться, вы все объяснили. Если вы позволите, идем дальше. Пожалуйста. Седьмой вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько еще осталось? Один кармический узел остался. Прошло три. Всего четыре. Благодарю вас. Следующий вопрос. Восьмой. Кто говорил со мной, когда я в 16 лет решила покончить жизнь самоубийством? И моя душа уже вышла из тела, но меня вернули, втолкнули против моей воли в мое тело, и при этом сказали, твое время умирать еще не пришло. У тебя есть миссия. Кто это был? Куратор? Или это был мой ангел-хранитель? Или кто? Я бы хотела напомнить, что кураторы и ангелы-хранители – это одно и то же лицо. Конечно. В моем случае это я. Это вы помогли, да? Совершенно верно. На этом месте благодарим вас, уважаемый гений. Идем дальше. Это моя задача. Как и любого другого куратора. Вы хотите еще что-то добавить по этой теме? Я лишь хочу обратить внимание на одну маленькую вещь, но я это сделаю, дослушав вопросы. Хорошо. Выгружай, пожалуйста. Следующий вопрос. Девятый. Как мне наладить связь с моим куратором и ангелами-хранителями? И слышат ли они меня, когда я к ним обращаюсь? Конечно же, я тебя слышу. Как я уже сказала, ты можешь выбирать мужские или женские энергии, какие тебе удобнее. В твоем случае я чувствую, когда тебе нужен мужской голос, а когда женское тепло. Мое имя ты знаешь. Чтобы обращаться ко мне, нужно быть в определенном правильном состоянии. Своими проблемами, заботами, расстройствами ты закрываешь канал связи. Тебе нужно быть чистой, спокойной, пустой, чтобы связаться со мной. Короткий вопрос, короткий ответ. Неправильно заданные вопросы получат неправильную интерпретацию. Я закончу. Я благодарю вас. И остался последний, десятый вопрос. Какое воплощение я сейчас проживаю? Седьмое земное воплощение. Вопросов больше нет, уважаемый куратор Гений. Если вы сейчас хотите от себя что-то добавить или активировать ее ангельские энергии, ее стержень, это был бы, возможно, самый лучший момент. Да, я бы хотел добавить, пройтись по вопросам. Я бы хотел, чтобы был извлечен урок из этих вопросов. Сегодня говорили про вредность реакции. Именно это я имел в виду. Нужно прислушаться и услышать людей вокруг себя. Не принимать все негативно, спокойно обдумать и исправить, поменять реакцию на многие свои мысли и действия. Меньше спорить, больше анализировать и идти вперед. Нести доброту, любовь и милосердие, как я уже сказал. Я активировал ангельский стержень, пока говорил. Благодарю вас. Я благодарю вас, уважаемый гений. Вопросов больше нет. Вы все ответили, все сделали. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Гения, будет ли он так любезный принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его помощь, своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Очень приятный, я бы сказал, теплый подарок. Благодарю вас за этот подарок. И мы благодарим вас. Традиционно мы не прощаемся, мы говорим до скорых встреч, возможно, когда-нибудь еще увидимся. Передавайте, пожалуйста, привет от нас с верой к ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы уберем им преграды, которые мешают развиваться, откроем эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Я бы хотела напомнить своей подопечной, что ты сама простраивала свое воплощение и свою судьбу на земле. Тебе есть силы, про которые не нужно забывать. Твой ангельский стержень наполнен радостью и любовью. Защищай его, береги его, лечи себя. Своими ангельскими энергиями направляй в больные места. Не расплескивай энергию зря. Многие желают этих энергий. Научись балансировать и гармонизировать ее внутри себя. Это важно. Я благодарю вас за эту встречу и за ваш прием. Во благо, уважаемый куратор-гений. Во благо. А также этот прелестный подарок. Нам это доставляет огромное удовольствие делиться своей радостью. Ангельская суть. До новых встреч. До новых встреч. И рассихронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Александр, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Многие ответы получила. Буду обдумывать. Отлично. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план, наш администратор перешлет вам текст манифеста. И как заправляться энергиями. У нас есть целое, но очень много видео на канале, как правильно заправляться энергиями. И даже с вашего сеанса. И сбрасывать негатив. Поработайте над собой, и все у вас изменится к лучшему. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Александры в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готова. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok